Если возникли какие-то вопросы, пока мы не начнем, пожалуйста, вы можете их сейчас, пока мы ждем, задать. Хочешь кадр? Поздоровиться. Побери. Самина, хочешь поздороваться с моими зрителями? Хочешь? Привет. Ура. Деньки-деньки. Привет. Моя сумка. Есть вопрос у меня по поводу вчерашнего тренинга. Я могу просто обрисовать ситуацию. У меня вообще все очень просто получается. Зачем социальные сети? Я думаю, что тут все рассказывали про то, что хотят отдавать, как бы, да, читателям информацию. У меня же они для того, чтобы, то есть, нет, наоборот, черпать. Я социальные сети использую для того, чтобы продвигать свою информацию, естественно, это реклама, потому что реклама в социальных сетях, она относительно недорогая и при правильном подходе она полезная. Чего добиться хочу? Естественно, мне кажется, всем хочется от социальных сетей добиться рейтинга, популярности и в итоге, естественно, прибыли. Потому что я не думаю, что мы все используем социальные сети только для того, чтобы зайти почитать новости и все, да. И какие результаты? Опять-таки, это наши подписчики, от которых мы в итоге все равно должны что-то получить. Собственно, вот так. Черпать информацию постоянно просто, мне кажется, тут немного лукавит насчет этого, потому что так или иначе мы все хотим на чем-то заработать. А у меня цель, типа, один миллион подписчиков на ютубе или что-то вроде этого. Замечательно. У вас, я так полагаю, есть ютуб? У меня есть канал. Но мы его должны показывать. Обязательно. У меня сейчас прямое. Большое спасибо, коллеги, а мы идем дальше. Итак, что такое социальные сети? По большому счету, я рекомендую вам смотреть на социальные сети как на средства массовой информации. Если вы будете смотреть на них как на свою газету, журнал, то вы примерно поймете, как с ними можно работать. Давайте разберем другую социальную сеть. Что это такое? У нас есть подписчики. Это наши сторонники, которые на нас подписались. Но это те же самые, если перенести матрицу на газету, то у нас тоже в газете есть подписчики. В социальной сети у нас есть новостная лента, но у нас и в газете есть новостная лента. В социальной сети у нас есть название сообщества, но у нас есть и название газет и так далее. Вы видите, что матрица стандартного медиаиздания, стандартного средства массовой информации с легкостью переносится на любую социальную сеть. Если работать с ней по схеме, как мы работаем в любой редакции, Instagram, Instagram, там еще куча всяких дополнений, и куча, и масса, масса других элементов. И возникает вопрос, а надо ли нам работать со всей этой музыкой? Сперва мы говорили, в какой-то был период, мы несколько раз говорили, работайте со всеми, что есть, берите все. Не собирайте свою аудиторию во всех социальных сетях, не упускайте ни одного человека живым. Всех захватим, всех возьмем. Но на самом деле редакции настолько ресурсоемкие. Как правило, редакции невелики, людей не так много. Можем ли мы себе позволить работать со всеми социальными сетями, которые есть? С технической точки зрения нет, практика показывает, что это не получается. Как правило, и правилом является выбор, который нам с вами необходимо сделать и определиться, какую социальную сеть мы можем потянуть и где находится наша аудитория. В какой конкретной социальной сети есть эта аудитория? Конечно, мы можем сказать, давайте мы возьмем и Твиттер, и Инстаграм, и Одноклассник, и ВКонтакте, и Фейсбук. И будем работать со всеми этими каналами. Но при этом мы не понимаем, а действительно ли наша аудитория есть в Фейсбуке? Вот наш читатель, ваш читатель, возможно, что он находится не в Фейсбуке, а в ВКонтакте. Или наоборот в Однокласснике. Или он наоборот тусуется, если это молодежь, это урбанистика, это скорее всего Ютюб, это скорее всего Инстаграм. Кушай, кушай. Я пока все не сниму, не успокоюсь. Цвет какой-то зеленый. Где вы будете, что это за точка? Вы будете сидеть и ждать, пока они все сойдутся. То есть пока ваш снимок не сложится, как говорится. Поэтому еще раз напоминаю вам о том, что нужно готовиться к вашей съемке. Ребята едут на соревнования, одеваются на выход. Моментом является умение получить доступ. Договориться о том, чтобы попасть в обстановку. Договориться о том, чтобы попасть туда, куда обычно людей посторонних не пускают. Чтобы попасть к ним в раздевалку, в баню, на шашлыки. Автору необходимо было не только договориться, но и заручиться доверением. Именно поэтому он провел сперва два дня у них, просто общаясь с ними, просто гуляя с ними, просто присутствовав на их тренировках. Чтобы попрактиковаться больше. К сожалению, время, которым располагаете вы, как журналисты, ограничено. Поэтому я надеюсь, что те направления, которые я вам показал, те примеры, которые я вам представил, вдохновили вас. Те методы и те программы, которые вы увидели, помогут вам работать в быстром, оперативном и финансово нетрудоемком процессе. Большое вам спасибо. Я был рад с вами познакомиться. Удачи вам. Я надеюсь, что я буду видеть ваши фотографии вскоре в сети, и они будут интересны. Спасибо. Привет, крошечки. В общем, я с вами здороваюсь и прощаюсь в одном ролике, потому что все эти четыре дня я снимала наши семинары. Но, к сожалению, в начале сама с вами не смогла поздороваться, потому что была очень загружена. Сейчас, в принципе, вот я с вами. Просто включилась, чтобы вы знали, что я вас не забыла. Я вас помню. Я на какое-то время, может быть, недельку, не буду закручивать видео в связи с отъездом. Но зато потом будет много интересного. У нас закончился четвертый день наших семинаров по маркетингу в социальных сетях, по фотографии. В общем, очень клевые были семинары. Мне очень понравилось. Я очень много узнала. Как-то так. Я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. Так что, всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok! dépendил. Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok